Обвинённый в употреблении наркотиков водитель пытается доказать, что никогда в жизни ничего не употреблял и стал жертвой как минимум ошибки. Александра Короткова задержали около Борского моста. Он ехал вместе с женой, их остановили для проверки документов, и инспектор сразу обвинил его в том, что он находится в состоянии опьянения. Вот у нас сотрудник полиции ГИБДД на посту, как ехать в город Бор, диагностировал изменения кожных суставов. Невнятная речь. Всё хорошо у меня, я приехал. Продух трубку, алкоголь показал по нолям. После этого он мне сказал, согласны ли вы пройти медицинское освидетельство официальное, то есть наркотики и алкоголь. Я согласился. Он меня всячески от медицинского освидетельствования отговаривал, зачем тебе это надо, всё равно у тебя там покажут наркотики, тебя поставят на учёт, штраф будет 30 тысяч и лишение до двух лет. Машину на штрафстоёмку поставят. Я стоял на своём, чтобы меня везли в наркологию. Также он сказал, сейчас будет произведён обыск автомобиля, в том числе и вас. Ничего не нашли. Потом приехали в наркологию. Я сдал анализ, анализ мочи. То есть и медсестра, предположительно сказал, что у меня находится морфин. Во время проведения вот этой экспертизы всей, один из сотрудников ей говорил комплимент, какая вы сегодня красивая. То есть всё в этом роде. То есть я сижу, думаю, наверное, какая-то подстава будет. И точно. Потом мы этими же ногами поехали. Наркодиспансер, да, на диаконован автозавод. На что мне врач сказал. То есть это ничего страшного. То есть у меня там предварительный анализик. Нашли 0,140 каких-то там миллиграммов морфина якобы. То есть объяснил ситуацию. Я хочу сделать независимую экспертизу. Всё объяснил. На что он мне ответил. Переживать нечего. То есть до 2000 вот этих каких-то там грамм вот этих. Это всё допустимо. Если вы за себя знаете, то есть если вы ничего не употребляли, переживать нечего. Я как бы на этом успокоился. Мне сотрудник ГИБДД сказал, когда анализ будет готов, я вас оповещу. То есть он меня не оповещал. Я сам приехал уже 2 января за анализом. Обнаружено наркотические вещества морфин и кодеин. Установлено состояние наркотического опьянения. Ранее я никогда наркотики не употреблял. Я поехал специально в город Владимир делать независимую экспертизу. Тест на волосы. Который определяет, употреблял ли человек на протяжении 6 месяцев какие-либо наркотики. Почему поехал? Нижегородским нет доверия. Всё отрицательно. Никаких наркотических средств не найдено. На учёте я никаком не состою. Не состоял, не привлекался, никогда не употреблял. Но то, что мне сказали, что я наркоман, для меня это как-то дико. Он выпивает даже по праздникам очень редко. А тут его обвинили в таких вещах. В худшем раскладе мне грозит лишение водительского удостоверения до 2 лет. Штраф в 30 тысяч. И прощай, работа. Права меня кормят. У меня двое несовершеннолетних детей, которые я в садик вожу, по поликлиникам, по больницам. То есть я без машины никак не могу. Почему экспертиза, сделанная Владимирскими врачами, расходится с Нижегородской? Это мы пытались выяснить наркодиспансере, который проводил первое исследование. Почему так получается? То, что у меня здесь нашли КДИ на морфин, сделала независимую экспертизу, у меня там ничего не обнаружено. Это не мы обнаруживаем, а аппаратура. Все ведется на видеозаписи. Есть какие-то будут судебные разбирательства, в судебном порядке эта запись берется в видео и прилагается к материалу делу. Понимаете, я иду под лишение прав. Меня хотят поставить в наркологию. Я никогда ничего не употреблял. Меня обвиняет то, что я наркоман. Вот как мне быть вот в этой ситуации? Оборудование, все прошло поверки, все официальные документы на него есть. Вообще-то, это медицинское учреждение. И здесь существует такая вещь, как врачебная тайна. Если корреспондент хочет получить комментарий предварительный, пожалуйста, садитесь. Вы, пожалуйста, садитесь. А человек с камеры, я прошу выйти. Что он мне ответил? То, что я сделал непосредственно генетическую экспертизу волос. Тест на определение наркотических веществ. Любое, даже малейшее что-то, если я употреблял, это бы показало. Данный врач это отрицает. То, что он как сказал, чтобы определить тест по волосам наркотики, нужно систематически принимать наркотические средства. Я думаю, это они просто выгораживают своих сотрудников. Ну, просто этого, напросто, не может быть. Дорогостоящие такие процедуры бы, экспертизы бы не проводились бы иначе. Кстати, это уже не первый такой случай, когда обвиненные водители пытаются доказать, что ничего не употребляли. В Павлове в 2020 году даже чемпиона области по пауэрлифтингу обвинили в вождении автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Заметьте, что медсестра, которая ведет исследования в Павловской нарколаборатории, сама судима за подделку результатов экспертиз в этой же лаборатории, но продолжает работать. Спортмен делал сторонние экспертизы, которые показывали, что он не употреблял. Пытался доказать, что никогда к наркотикам вообще не притрагивался, но это не помогло профессионального спортсмена. Поставили на учет к наркологу и лишили прав. В таких случаях суды практически всегда верят в стороне обвинения и первым с данным анализом.